Мастер-классы экспертов в области театральной режиссуры, сценографии, драматургии и журналистики для профессионалов и любителей уже стали традиционным на международном фестивале «Белая Вежа». Общение с настоящим знатоком своего дела собрало огромное количество желающих. Пан Павловский познакомил с особенностями развития театральной критики в Западной Европе, а также об изменениях в этой сфере. Сейчас работать с критиком – это очень сложная вещь по поводу развития театра и развития новых видов информации, новых интернета прежде всего. Моя задача – найти способ, как быть критиком в новой сложной ситуации, как выжить. Среди слушателей мини-курса как профессионалы, так и те, кто только начинает развивать свое литературное критическое мастерство – студенты-преподаватели начинающие критики. Во время учебы слушатели курса постигали азы критики в интернете, учили защищать свое мнение и строить критическое мышление, а также узнали, как не затеряться в общей массе информации. На вопросы Роман Павловский отвечал с удовольствием, подробно комментируя каждую ситуацию. Он отметил, что работа критиков Белоруссии и Польши имеет существенные отличия. Критики не умирают. Критика все-таки нужна театру и читателю. Я надеюсь, что мы найдем способ, как выжить в этой профессии. Проблемы в среде критиков существуют как в Польше, так и в Белоруссии, основная из которых – оперативность в освещении спектаклей. Ведь настоящие рецензии появляются намного позже, чем была премьера. Меняются поколения, реформируется театр, поэтому требуется и новая критика. Вечная проблема стоит, как увлечь читателя своей рецензией, не надоев ему терминологическими какими-то терминами, не нагружая его, а рассказать о том, что ты видел. Мне кажется, это очень важно. И на сегодняшний момент в нашей стране есть некое разделение между театральными журналистами и театральными критиками. И чтобы одни получили навыки других, а другие получили навыки те, которые владеют, к примеру, журналисты, имеют яркое слово, острое. И они способны действительно очень кратко донести какую-то информацию. Практические занятия по подготовке материалов о культуре для молодых журналистов и критиков не прошел даром. Большой объем информации систематизировался благодаря хорошей мультимедиа-составляющей. Обмен опытом и культурными традициями двух стран-соседок поможет найти объективное решение проблемы качественной театральной критики. Продолжение следует...